Турфирм Тирайте руки Для индустрии на самом деле очень позитивное лето Потому что несколько лет подряд В предыдущих были сезоны достаточно скомканные В первую очередь они были скомканные Из-за политической ситуации Которая была в Европе И в странах южнее Европы Традиционно складывается ситуация так Что любой кризис, который есть В стране или вообще в индустрии Вообще в мире Сказывается на индустрии туризма И не исключение оказались в прошедшей два сезона Поэтому сезон 2017 года Он очень позитивный Заработали Индустрия заработает хорошие деньги Мы не про себя говорим, мы говорим про индустрию Вообще в большей степени европейскую Я думаю, что отельеры, которые Раньше не досчитывались клиентов Они могут быть на самом деле очень счастливыми Они не смотрят на ценники, они его просто повышают И просто ждут Каждого туриста И считают каждый солнечный день Давайте поговорим о направлениях 2017 года Самые популярные направления Почему их люди выбирают и что там хорошего? Турция осталась безальтернативным лидером Все равно, сколько хочешь, не добавляя любых направлений Италии Испания, Португалия, все равно Турция будет на первом месте По разным причинам Потому что это безальтернативно хороший сервис Это очень близкий полет от Риги Например, для жителей, может быть, Португалии Лететь в Турцию достаточно странно Для нашего рынка достаточно хорошо Это близко, это всего 3,5 часа Тем не менее, есть люди, которые не хотят лететь в Турцию по соображениям безопасности Такие тоже люди есть Их меньше в этом году Но, тем не менее, они существуют Из-за такого состояния спрос на Грецию вырос значительно В этом году Греция бьет все рекорды Она не будет первой, но остается второй До сих пор, если летают, они забиты И мы их продали уже, наверное, месяца два назад То есть у нас нет продажи на текущей рейсе, которая остается Это факт Получается, те люди, которые летали в Турцию Отказались от Турции, они полетели в Грецию Я сказал про маленькую часть Те, которые все-таки хотят гарантированного спокойствия и так далее Вот для такого сегмента рынка Мы все-таки смотрим, что можно открыть в Европе дополнительно Какие можно найти направления, которых не было никогда еще в Латвии И кое-что в 2018 году мы для них приготовили Потому что такой тренд останется Европейцы хотят остаться в Европе Они не хотят путешествовать далеко Они не хотят переплачивать Многие страны, которые имеют свои теплые моря Инвестируют в свои же собственные страны И остаются у себя дома Поэтому спрос на Средиземноморье будет в следующем году, в 2018, очень высок Больше, чем в году 2017 Приходилось ли вводить дополнительные рейсы Для того, чтобы удовлетворить всех туристов, которые хотят отправиться на отдых? Слава Богу, Air Baltic получил практически весь свой флот Который был у них заявлен к этому времени И нам удалось увеличить программу Наверное, не рекламная передача Но тем не менее, например, в Анталию по субботам из Риги было три рейса в день То есть такого трафика даже, наверное, в Лондон нет Это, конечно, не каждый день Но тем не менее, такой спрос очень широкий, высокий И Анталия все равно будет бить рекорды И да, вот сколько есть емкости, столько смогли доставить Могли бы доставить дополнительные самолеты в Грецию, сделали бы это Но авиакомпания расписывает свой план не на неделю вперед, а за годы Ну, за год как минимум Поэтому все, что было свободно Какой-то люфт мы находили и смогли доставить Поэтому мой совет на следующий год Не надо ничего ждать В Европе будет спрос небывалый Многие люди захотят Откладывали свое путешествие на несколько лет И воспользуются в 2018 году Те, которые не поехали в 2016-2017 Ждать, что будут какие-то скидки Особенно Европе не нужно Смысла никакого нет В Африке, да Наверное, новые направления такие, как Тунис, может быть, Марокко Которые были традиционно, нетрадиционно, уже традиционно несколько лет закрыты Или не было такого массового спроса Да, они будут что-то предпринимать для возвращения потока Европа нет То есть, сможем ли мы однозначно сказать, что именно наши погодные условия повлияли на такой прирост туристов? Такого лета, конечно, мы не помним Такого жаркого лета в Европе и такого холодного в Латвии мы не помним Поэтому и мы не можем даже спрогнозировать, что будет в следующем году Мы можем приготовиться и думать, что нам повезет, что будет такое же холодное лето Но, тем не менее, мы все-таки северные страны И мы должны предполагать, что люди захотят поехать к теплу И основной трафик, который существует из Скандинавии в южные страны очень высокий Он круглогодичный практически Не получается в Турцию, не получается в Грецию Люди летят в Таиланд, летят в Арабские Эмираты и так далее То есть, это круглогодичный цикл А как насчет Египта? Насколько это направление вообще сейчас популярно? Есть еще те, кто... Есть две новости, одна хорошая, другая плохая А другая нерешенная, так скажем Первая новость та, что возвращается после двухлетнего перерыва Шарм-эль-Шейх Мы открываем это направление Спрос очень большой И тоже мы делаем осторожные шаги Мы не пытаемся побить все рекорды по трафику, туристическому трафику Но, тем не менее, спрос очень высокий Мы будем смотреть, что можно придумать, начиная со следующего года Что касается нехорошей новости, все-таки существует на данный момент ограничения, связанные с визами, которым необходимо получить негражданам До сих пор Министерство странных дел ситуацию не может вырулить как бы в положительную какую-то критерию Это не связано с нашим МИДом, это связано с тем, что вторая сторона Египта не понимает, что такое негражданские паспорта И, к сожалению, в данный момент необходимо перед путешествием оформить эти документы Документы оформляются за одну неделю до вылета Нужно просто приготовиться, вспомнить, как мы раньше оформляли визы все вместе То есть процедура не сложная, но, тем не менее, она, конечно, влияет на конечную стоимость продукта И я надеюсь, у нас была встреча в Министерстве иностранных дел Я надеюсь, что ситуация выйдет к началу сезона Первый рейс будет в конце октября К своему логическому, такому позитивному результату Но пока она не решена Насколько безопасно вообще путешествовать сейчас в Египет? И вот по какому принципу вы определяете, что именно сейчас можно открывать, возобновлять трафик? Во-первых, мы смотрим на рекомендации Министерства иностранных дел Мы смотрим, что делают международные туроператоры У нас есть свои представители на местах, которых невозможно обмануть Или показать картинку с какой-то позитивной стороны Мы смотрим весь процесс, весь кейс, весь портфель информации, которая существует Это первое Второе, Египет традиционно все-таки достаточно режимная страна И там безопасность туристов не сводится к лозунгам Это связано с определенными процедурами, которые производят службы безопасности, охрана и так далее То есть на самом деле, я думаю, что за те годы, которые прошли после паузы Для многих стран Они предприняли достаточные меры для того, чтобы обеспечить безопасность Сейчас очень долго можно говорить, какие это, тем не менее, конечно, мы оцениваем все это Оценивают это в том числе и авиакомпании, которые увеличивают дополнительные меры безопасности Связанные с обслуживанием воздушных судов и так далее Это большой цикл Тем не менее, мы бы не открыли направление, и Министерство иностранных дел никогда бы не дал разрешения На то, чтобы возобновить эти полеты Думаю, что можно отправляться спокойно, но не забывать, что мы путешествуем за границу Мы не остаемся в Латвии Поэтому тоже надо внимательно отнестись к тому, что мы уезжаем за пределы своей страны От многих знакомых в последнее время слышишь, что они едут путешествовать в Грузию Насколько это направление популярно и что Грузия может предложить туристам? Думаю, что очень популярно Я от всех своих знакомых знаю, что очень много едут в эту страну Я знаю о том, что грузины, ну все мы знаем, что грузины гостеприимные люди И рейсы, которые, кстати говоря, были открыты из Риги Очень многим способствовало тому, чтобы люди посещали это направление Кстати говоря, не только латвийцы, но в том числе и наши соседи из Эстонии и из Литвы У которых не было прямого сообщения, очень активно путешествовали в Грузию Я думаю, что у некоторых стран европейских, которые приближаются к Европе Наверное, такое уже будущее есть, думаю, что большие перспективы Украины есть Не только с безвизом, которые едут в Европу, но и, наверное, в Украину Потому что красивая, интересная страна, очень большая Поэтому вот такие сегменты на рынке скоро появятся, они будут востребованы Вот этот прогноз интересен, давайте на нем немножко подробнее остановимся А что вообще может быть интересно нашему латвийскому туристу в Украине? Во-первых, знаете, вот разговаривая с ательерами в разных странах Мы просим идентифицировать наших туристов и сказать вообще, что они делают Они приезжают только на пляже, валяются или нет Наверное, процентов 80 говорят, что они там по трем критериям Что они очень пунктуальные, что они очень вежливые и то, что они очень интересующиеся Многие хотят просто путешествовать Не просто путешествовать на пляже, там от Шезлонга к бару и обратно Они хотят видеть страну, они хотят заехать в деревню, хотят посмотреть все, что происходит в деревенской какой-то семье и так далее Весь город они все видели и так далее в любой стране Вот этот пул, который существует, определяет нашего туриста Думаю, что вот таких вот путешественников, которые хотят открыть для себя Украину Я думаю, что будет достаточно много Это интересная страна Те, кто не был, наверное, должны подумать об этом Те, кто был, согласятся наверняка со мной Наверное, не все регионы сейчас, мы понимаем все, но есть красивые места И несколько регионов, которые могут побороться за туристов Это не только одно какое-то место, одна Одесса, например, или один Киев Там много чего есть посмотреть А насколько вообще на сегодняшний день Украина соответствует европейскому уровню туризма? Мне кажется, что, во всяком случае, наши латвийские туристы из Латвии привыкли уже к определенному уровню У нас есть определенные требования, да Когда я какое-то время провел в Украине, когда мы открывали там офис И, конечно, есть вещи, которые связаны с нехваткой, например, отельной базы С какими-то вещами, которые в Европе давно реализованы Это с транспортной инфраструктурой Это с какой-то чистотой, можно сказать, которую я тогда видел Может быть, что-то поменялось сейчас То есть есть критерии, которые туристы хотят видеть абсолютно точно Они готовы за это заплатить И, наоборот, будут очень переживать, если они не получат этого Поэтому я знаю, действительно Ну, господин Саакашвили очень много говорит о том, что он Грузию привел к тому результату, который есть Но на самом деле, да, результат есть Это касается гостиниц, это касается гостеприимства Это касается различных туров, которые были созданы в Грузии Наверное, Украина может посмотреть на это и сказать, вот привести к какому-то стандарту, который существует в Европе Если они борются за европейского клиента Мы, может быть, молодые европейцы, но, тем не менее, мы понимаем этот критерий Мы понимаем это качество, и мы хотим его получить Нам не нужно, например, пять звезд Deluxe Мы хотим определенный набор, который мы привыкли видеть во всех странах Если Украина это сделает, не сомневаясь, что это сделает в ближайшее время Думаю, такая будет достаточно интересное местечко для новых путешествий Ну, мы живем в век интернет-технологий И все мы сейчас стали очень самостоятельны Кроме того, этой самостоятельности способствует доступность различных авиакомпаний и дискаунтеров Как вообще вы оцениваете, насколько на сегодняшний день люди нуждаются вообще в услугах турфирм? С учетом того, что сейчас, в принципе, путешествия можно спланировать самим Я когда ехал к вам на эфир, я думал, вот последние две недели происходили такие события Которые, может быть, заметили только профессионалы Ну, например, такое лихорадочное состояние одной из европейских бюджетных авиакомпаний Так номер один не будем называть Это раз И второе, например, на прошлой неделе громкое банкротство авиакомпании «Монарх» в Великобритании Которая здесь не работает И, может быть, наш местный знает только профессионалы Понимаете, дело в том, что безудержная гонка за лоукостом, за низкой ценой В конце концов превращает этот бизнес в пирамиду И рано или поздно это все заканчивается И люди, которые покупаются на очень дешевые какие-то сегменты Они должны отдавать себе отчет, что путешествие в Африку не может стоить 15 евро Что перелет на Канарские острова не может стоить 40 евро При стоимости топлива, например, сегодня в Египте или на Канарских островах Около 600 долларов за тонну Но это невозможно Если вы хотите лететь на хорошем самолете еще Например, это пирамида определенная Да, есть дополнительные услуги, которые позволяют бизнесу развиваться Да, там есть определенный сегмент рынка Латвия маленький, но есть огромные рынки Да, там есть постоянный захват рынков новых Там всегда необходима борьба Поэтому отдавая предпочтение в самостоятельном путешествии Каждый клиент должен оценивать уровень своей подготовленности И вообще знаний, что происходит в той или иной стране Насколько авиакомпания сможет выполнить полет или нет Что вы будете делать, если вы, например, едете в визовую страну Таких мало, но тем не менее Когда закончится виза То есть у вас просто может быть депортация И вы потом никогда не въедете в эту страну Если вы путешествуете с ребенком Если ребенок заболел, и вы по своей глупости не сделали страховой полис Вы будете платить огромные деньги Мы в Латвии не понимаем, сколько стоит европейская больница Но попадя один раз в такую ситуацию Клиент навсегда запомнит этот случай И будет думать, как в следующий раз обязательно застраховать себя и семью Отправлять за границу Вот набор всех этих услуг Вернее, всех этих сегментов Предполагает обращение к профессионалам Знаете, интернет давно в Европе существует И очень многие компании выросли И есть мировые традиции Но сегмент туристического бизнеса не падает Оффлайн и онлайн, так называемый Практически не меняется То есть люди, которые хотят отнести свои деньги Они несут его в интернет Ну, купить билет за 25 евро, может быть, и не жалко А если вы отправляетесь в дальнее путешествие И вы хотите купить тур, который стоит более 1000 евро Кому вы будете платить? Интернету? Экрану? Или все-таки пойдете к профессионалу, который вам расскажет все, что происходит И в случае каких-то необходимостей будет он помогать? По-моему, ответ очевиден Поэтому, да, интернет позволил расширить линейку вот этих услуг Но он не сузил оффлайн как таковой Который сейчас очень традиционно популярен в Европе Ну что же, благодарим вас за беседу Нашим телезрителям напомним Сегодня говорили об особенностях национального туризма У нас в гостях был глава тестер Латвии Константин Пальгов Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!